Всем привет! Вы на канале Аннабелли и ее растения. Сегодня 6 сентября 2019 года. Харьков, Харьковская область. 8 часов утра. Я стою рядом с карликовыми метельчатыми гортензиями. Сейчас высота этих гортензий с цветами, соцветиями достигает метра, метра двадцати. Вот перед вашими глазами, перед вами, передо мной, растет сандая фрейс. Вот такие коричневые соцветия. Она зацвела очень рано и поэтому сухой воздух не пощадил эти соцветия. Они могли стоять вот так вот зелеными, вот такими соцветиями могли стоять. Но не получилось. И я ничего с этим не могла сделать. Это природная стихия высушивала. Ни единой капельки воды я не поливала по соцветиям. Так как у меня цветы растут на солнце, поэтому ни капельки воды. Все через капельный полив. Вот он капельный полив. И вот интересно же, да, с чем это связано. С ветрами связано, с сухим воздухом. Но я вижу на сандая фрейс новые побеги, те, которые не зацвели. Они сейчас зацвели, но они уже не такие крупные. Соцветия более мелкие. Вот такие вот побеги длинные, они вытянулись. А соцветия намного мельче. И вот так два кустика здесь сандая фрейс. Вот так они выглядят. Красивые. Здесь же сильвердоллар. Вот он сильвердоллар. Вот это вот сильвердоллар. Да. И есть сильвердоллар, который сильно зацвел. У меня тут, сзади меня находится можжевельник. Виргинский. Такой высокий уже. И он дает им с утра немножко тень. И вот там, где дает тень, не высушивает соцветия. Ну, в общем, вот так жара влияет на соцветия метельчатых картензий. Да и не только. И крупнолистных, и дуболистных, и древовидных. Вот если солнышко выжаривает это все дело. Вот и они коричневые стоят. Это конфетти. Ну, конечно, сильвердоллар очень красивый. Очень красивый. Здесь же стоит, у меня растет бомшел. Он в этом году очень слабо цветет. Ну, ничего страшного. Самое главное, что он растет, растет, цветет понемножку. Вот там, с той стороны. Вот в глубине. Тоже такие коричневые соцветия. Он очень красивый. Но в этом году захотел именно цвести так. Ну, ничего с этим не сделаешь. А это конфетти. Вот внутри соцветия, которые только распускаются. Это на одном побеге разветвление три веточки. Там было больше. Венечек такой стоял. Но я решила оставить сверху три веточки. Три побега. Все остальное посрезала. Когда оно еще было в таком небольшом росте. И вот так вот там точка роста. Центр был надъеден или сломан. Ну, прекратил свой рост. И проснулись боковые побеги. Ну, и вот чем это чревато. Так, а вообще коричневая стоит. Это хорума. Вот такая стоит хорума. Вообще она такая маленькая. А дальше эти вот красивые соцветия. Это бэби лейс. Вот такая бэби лейс. Я надеюсь, вам понравились отдельные коротенькие видео под музыку смотреть. Вот я хочу еще снять каждый сорт. Они сейчас все зацвели. Кто-то уже отцвел. Кто-то только начинает зацветать. Вот так красиво. Это бэби лейс. Очень красивый сорт. Когда он полностью распускается. В этом году как-то запоздал с соцветиями. И вот так вот выглядит. Сейчас стану с другой стороны, чтобы моей тени не было. А вот так вот выглядит Magical Sweet Summer. Вот стоят внизу соцветия первые. Они бедненькие даже не успели в красненький цвет, в розовые перекраситься. Надеюсь, что вот эти молодые два побега из-за того, что температура уже будет падать. Я надеюсь, что они будут розовые. Вот как показывает Питер с Америки. Они у них, вон их показывает розами. Это, не помню, фирму. Очень знаменитая фирма с Америки. Вообще там шикарные, шикарные. Он предлагает гортензии. Просто кустики такие обалденные. Ну и нам тоже достается. Евгений нам привозит с выставки новинки. Вот у него будет привозить новинки. Я еще буду снимать. Я, конечно, заказала. Как же без новинок. Буду делать обзор. А это у нас Бобо. Вот такой вот у меня Бобо. Красавчик, красавчик. Какой он красивый. Какой он красивый. Каждый сорт. Ну вот как можно сказать, что они одинаковые. Нет, они разные. Вот такой поближе я его покажу. Это Бобо. У меня было три кустика Бобо. Вот выжил только один остался. О каком маточнике можно говорить, не знаю. Сначала надо научиться выращивать и сохранять их. Нарастить хорошие кусты. А дальше, дальше. Это Литл Спуки. Это кустик. Вот такой вот он получился. Шариком. И вот он начал вытягиваться на соцветия. Но я думала, он не успеет. А сейчас покажу пастель Кринт. Вот он такой красивый. Мне нравится. Вот короткая обрезка. Я тут сохранила всего лишь две почки. Я, честно говоря, думала, что не отойдет. У меня там дальше еще одни дубли есть. Вот он такой красивый. У него такие крупные цветки. Вот он мне немножко напоминает Даймонд Руш. Но не, он не похож с Даймонд Руш. Только вот этими крупными цветками. Вот так вот красиво они смотрятся. Я надеюсь, с понижением температуры, я смогу увидеть именно вот этот перелив красок. Потому что предыдущий кустик, он зацвел очень быстро. И я его, ну мы видели, да, как он быстро зацвел. И как он красиво и соцветил. Но вот этих переливов красок у меня не получилось увидеть. Потому что было то холодно, то жарко. По-всякому было. И вот сюда вот перешла. Сейчас хочу показать Даймонд Руш. Вот пастельгрин и Даймонд Руш. Видите, они не похожи. Не похожи. Но меня радует Даймонд Руш. Ой, какой он красивый. Боже мой, какие красные цветки. Прелесть. Это хочется больше, больше, больше таких посадить кустиков. Но я вам скажу, нельзя так спешить. Конечно, нужно иметь пару таких кустиков одинаковых, да. Но сейчас очень много представляют новичков на Плантариуме. На выставке Плантариум. Вот. И, конечно, будем приобретать. Иду дальше. Итак, я перешла на другую грядь. С кальковыми метельчатыми гортензиями. И вот так вот на сегодняшний день выглядят многострадальные путешественницы. Два кустика. Это Magical Sweet Summer. Вот он принялся. Вот этот побег, да. Я специально подвязала, чтобы они стояли вертикально. Потому что если веточки будут лежать, то вот эти все почечки подходят. Здесь вот почечки подходят. А мне этого не надо. Мне нужно, чтобы они продолжали дальше вызревать. Вот, к примеру, это Даймон Труш. И вот веточка лежит, да. Я уже показывала. А эта веточка лежит. И вот они все пошли расти. Почечки. Практически все почечки пошли расти. Значит, наш Костик принялся. Реабилитация получилась. Конечно, они оба выглядят плачевно так. Лучше бы могли выглядеть. Ну, что имеем, то имеем. И так хорошо. И так все хорошо. То есть, нас все устраивает. Самое главное, что они выжили. А уже в следующем году буду подкармливать. И посмотрим, как они будут расти. А это мой Даймон Труш. Вот такой побег выгнал. Ну, это уже районированный получается саженец. И, конечно, он вот так вот себя проявляет. А вот за ним это у нас Литл Спуки. Боже, какой интересный куст. Какой интересный кустик. У него такие плотные шапки у этого сорта. Дальше Мэджикл Эндес. Тоже классный такой карликовый сорт. Если бы не жара, он бы ставил розово-красный. Очень красивый. Это Мэджикл Эндес. А вот то, что я говорила за пастель грин. Вот он никак. Вот он здесь никак. Вот ветка вот так вот изворачивается, как змеюка. Я не знаю. Ну, вот так вот он вырос в этом году. Я, конечно, сделала короткую обрезочку. И будет он уже совсем по-другому выглядеть. И вот когда лежат побеги, он даже дольше зацветает. Ну, как-то так вот выглядит не очень. Там, конечно, мне больше понравился. А это Литл Лайм. Литл Лайм. Тоже вот коричневатые такие побеги. Ой, не побеги, а соцветия. А вот мой... Моя гордость, красавчик. Он зацвел. А зацвел у меня Мэджикл Монблан. Вот такой он классный. Вот такие красивые крупные цветы. Цветы стерильные. Вот так он выглядит. Очень красивый сорт. Очень. Но что я хочу сказать. Он не карликовый. Его потенциал метр пятьдесят. А может быть и выше. Сейчас он высотой. Метр тридцать. Вот соцветиями сейчас он метр тридцать. Он залег, потому что прошел дождик. И вот такие вот у нас соцветия получились. Да, они лежат побеги. Их нужно поднимать, работать паучками. Ну, а дальше новички у нас начинают зацветать. Новички все-таки начинают потихонечку зацветать. Не совсем понятно, что за соцветия будут. Да, и поэтому мы о них поговорим попозже, когда увидим. Ну, конечно, Монблан, он очень красивый. Он стоит того, чтобы его иметь с собой. Ой, вообще красота. Ну, я скажу, ни с чем не сравнишь. Ни с чем не спутаешь. Красивый, очень красивый. И он только-только вот кончики еще будут вытягиваться. А так, конечно, красивый. Красивенный сорт. Что не сорт, так шедевр. Все, всем пока. Встретимся в новых видео. Пока-пока. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...